и ребята можно иметь охренеть какие вкусные деньги я хотела пойти в круизы я могла от университета спокойно быть администратором могла вообще ну как бы короче могла хорошо тоже зарабатывать но меня все время пугало что на круизах если девочки работают а я красивая извините мне реально привлекательная девочка мне порассказывали как там короче блядство и я такая нет но в круинге можно хорошо иметь деньги я вам расскажу фишку это как все мы прекрасно знаем что у нас что но еще это нормально в насти компании это было все официально то есть перед тем как ты подписываешь контракт ты платишь 15000 гривен за то что ну типа тебя взяли да там ты уже как бы их кандидат да ты уже у них базе то есть ты платишь пеньки ты платишь 15000 гривен или это за уход короче наверное за уход то есть у них прям обязанная фишка то что ты должен поблагодарить компанию да очень красиво пиши ваша вот и есть такие моряки это в основном старпом это капитаны это газовые инженеры круче офицеры они тебе могут дать просто там ну три тысячи долларов и настя нашла человека допустим да там это старпом он платит 15 тысяч это уходит компании это что он отдает там узнаете как благодарность там допустим он дал две тысячи долларов эти две тысячи долларов забирает настя вы прикиньте какая фишка ну то есть там хорошо можно рубить бабки то есть это круто у нас в туре агентстве есть благодарность но я же говорю я получала 30 процентов ну типа это мало я бы хотела сто процентов потому что я пахала как сука извините меня ну за что я могу сказать еще спасибо своей компании это за то что я могла возможность реально путешествовать но считаете я знаю базу ну типа я уже в бита в базе я уже как бы ну я рассказывала моя компания платье платит за меня и у нас там есть сайт я вижу определенные даты где лучший ну выгоднее поехать там в ту же самую за испанию италию ну короче я ездила ну я не могу сказать что прям прям ну дешево ну билеты мне обходились окей типа not expensive только для девушек такое не это у насти было она и еще ну это был ее сын ну короче парни это уже берут вот парни тоже берут привет обдул как у себя делишки ну короче крюнг тема крутая но на самом деле там ничего легкого нет ты отвечаешь за контракт и отвечаешь за рейс ну так же самое как и мы дальше если тебе звонит босс и говорит срочно вот так вот просто на счет 3 ты должен найти кепа им пофиг у них может быть такое что учила что-то в голову стрельнула и за два дня тебя на найти человека вы думаете за два дня что это было за два дня так легко найти кепа ладно когда у тебя есть кому типа твоя в базе кепа да но есть такие ребята которые вы хорошо кп вот вы ищете нового но у него маленький стаж и то есть так же самое играет роль балкера газовозы то есть не опытных никогда в жизни не возьмут на газовозы потому что газовозы это равно смерть это просто смерть куда записываться но это морально тяжелая работы как и в турагентстве это знаете никогда в жизни не бывает легких денег не бывает и всегда должен потеть и всегда должен не знать ну реально работать работать я могла все эти деньги что тихо все ориентироваться в семье сейчас на концерте и все это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...